Богу спасибо за проповедь, пастор. Вспомнилась одна притча, расскажу коротко. Один человек встречается с пастором и говорит, пастор, у меня столько проблем, денег нет, работы нет, дети не слушаются. Пастор говорит, возьми листок и напиши, это пройдет, и повесь у себя дома. Проходит время, они опять встречаются. Человек говорит, пастор, спасибо за молитву. Деньги появились, работа появилась, дети послушные, все классно. Пастор говорит, знаешь что, табличку не снимай. Слава Богу, хочу прочитать местописание 1 Фессалоникийцам с 16 по 18 стих. Всегда радуйтесь, в любое время, хорошо или плохо. Не пристанно молитесь, за все благодарите, ибо такова у вас воля Божия во Христе Иисусе. Аминь. Наша радость не как, извините, глупенький улыбаться, да, а это радость внутренняя. Это радость о том, что ты с Господом, что Господь с тобой. Ты это переживаешь, чувствуешь, и не важно, что происходит вокруг. И сейчас я прочитаю нужды. Будем молиться. Благодарность от Юлии. Благодарю Бога за хорошее прохождение УЗИ. Все, слава Богу, хорошо. Спасибо за молитвы. Слава Господу. Больше пишите благодарности, пожалуйста. Прошу помолиться за Эдика. Юля просит. Увеличена щитовидная железа. Помолитесь, пожалуйста, за его восстановление, за полное обследование и исцеление. Просит молиться за покаяние и обращение Алексея, за возвращение в семью Божью. Паша просит молиться за Божье благоволение и благословение на работе, за новую машину, автобус для церкви. Просьба молиться за окончательную победу над проблемами со слухом, за восстановление кожи. Обострился дерматит и за большую уверенность наш Павлик просит молиться. Просьба помолиться за решение всех вопросов с бетухлей уми. Просьба поддержать в молитве Алешу, чтобы Господь убрал у него страх перед судом 21 декабря. И за суд помолимся. О расположении судей к нему. Об освобождении от алкоголизма у Олега, чтобы воля Божья была в его жизни. За полное покаяние Миши. Лена просит за своих сыновей. Просьба молиться за сестру Люду, за ее покаяние и исцеление. У нее онкология, две опухоли и уже врачи сказали поздно. Но для Бога нет ничего невозможного. За исцеление Ида Фортуновой, давление Ирины Душанской, Дины Косинковой, простуда и жены Тани, восстановление памяти. За скорейшее выздоровление Даши, простуда или вирус. Наташа просит молиться. За подруги сына Ашриэля, 15 лет, не может спать в пнеиме. Пробовали таблетки разные, не помогают. Это Регина просит молиться. Помолитесь о нашем благополучном переезде на новую квартиру. Света просит. Дорогая моя церковь, молитесь, чтобы все дети служили Господу. Главное, знали Его. Аминь. Дима просит молиться за здоровье Даши. Немного простудилась за Дашино поведение, за то, чтобы хорошо себя вела, за то, чтобы прилиплялась к Богу, за Сашу, мужа моей мамы, Диминой мамы, за то, чтобы Господь исцелил и избавил от рака, за то, чтобы Господь дал возможность до Нового года приобрести инструмент для работы. Вот это все нужды, да, Господь их знает. Молимся за нашего пастыря, за Инну, за Леонору, молимся за репцентр, да, пастор? Аллилуйя. Господь, вот эти все нужды, они пред Тобой, дорогой Господь. Ты их знаешь, Ты их слышал, Господь. Невозможно их повторить, Господь, но они озвучены, и мы за них будем молиться дальше. Боже, мы просим Тебя, ответь, пожалуйста, так, как Тебе угодно, так, как благо будет для всех нас. Мы просим за исцеление, за работу, Господь, за освобождение, Господи, во имя Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя, Боже, за все, Господь. Мы доверяем Тебе, Господи, доверяем Тебе церковь. Господи, просим за автобус, просим за открытие репцентра, Господи. Спасибо Тебе, что Ты открываешь нам новые двери, Боже, и никто их закрыть не может, Господи. Спасибо Тебе за все. Мы благословляем нашего пастыря Олега, Инну, Элеонору, их не дом, Боже, защити, сохрани их, Господь. Мы на Тебя уповаем, Господь. Слава Тебе за все. Благослови нашу церковь, взращивай, поднимай, Боже, во имя Иисуса Христа. Мы отдаем все в Твои сильные и надежные руки, Господь, во имя Иисуса. Аминь.